В данном видео мы с вами рассмотрим некоторые тексты из книги «Бытие» первой главы, которые дают нам общую картину о том, как было сотворено небо и земли и как был образован небесный свод. Небесный свод в разных переводах Библии называется по-разному. В синодальном переводе переводится как «тверь». На иврите слово, которое было переведено небесным сводом, звучит «ракия». Итак, давайте теперь будем рассматривать тексты и подготовленные мной схемы, которые дают более лучшее понимание этих текстов. Книга «Бытие» первая глава, второй текст. «Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Схематично мы с вами видим, что земля состояла из большого объема воды, из бездны воды, вокруг которой простиралась тьма. «Бытие» первая глава, шестой текст. «Да будет ракия, или же твердь, или небосвод посреди воды, и да отделяет она воду от воды». Бог создает ракию, твердь, которая разделяет воды. Таким образом образуются воды под ракией и воды над ракией. И все это покрывает тьма. Книга «Бытие» первая глава, девятый текст. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Вода, которая находится под ракией, начинает собираться в одно место, образуя моря и океаны, и появляется суша, то есть материки. Книга «Бытие» первая глава, с 14 по 15 текст. «И сказал Бог, да будут светила на ракии небес, для отделения дня от ночи и звезды». «Бог создает светила, солнца, луну и звезды, и помещает их на ракия небес». Книга «Бытие» первая глава, 20 текст. «И сказал Бог, и птицы да полетят над землею, по ракии небесной». Бог создает птиц, которые также начинают летать по небесной тверде. «Бытие» седьмая глава, с 11 по 19 текст. Данный текст говорит о потопе. «Разверлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все горы высокие». На данной схеме мы с вами видим, что вода, которая находится над ракией, по повелению Бога, начинает изливаться на землю, то есть она сходит на землю. Таким образом, вода покрывает все самые высокие горы, и погибают почти все живые существа на земле. На мой взгляд, вода, которая находилась над ракией, полностью сошла на землю. Таким образом, над ракией не остается уже воды. И далее это моя уже гипотеза. После того, как воды над ракией излились на землю в результате потопа, Вселенная начинает расширяться. И таким образом мы с вами сегодня наблюдаем Вселенную в состоянии расширения.